Подтягивания на турнике Отличное упражнение, доступное каждому человеку для поддержания физической формы. Несмотря на то, что внешне оно кажется очень простым, в нем есть свои правила и нюансы выполнения, с которыми вам непременно нужно ознакомиться, чтобы научиться правильно подтягиваться. Чтобы научиться подтягиваться на турнике, а также в зависимости от цели ваших упражнений, выберите наиболее удобный вид хвата. Хват – это способ расположения рук на турнике. Он может быть коротким, когда кисти рук расположены рядом друг с другом над головой. Обычным, когда руки располагаются на перекладине параллельно плечам. Широким, когда руки намеренно становятся шире уровня плеч. Кроме того, хват разделяют на прямой, обратный и смешанный. Прямым называется хват, когда сомкнутые пальцы на турнике расположены от лица подтягивающегося. Обратный хват – тот, при котором сомкнутые пальцы рук расположены к лицу спортсмена. Смешанный хват – это подтягивание с чередованием прямого и обратного хвата рук на турнике, когда одна рука держится прямым хватом, а другая – обратным. Как вы понимаете, разный вид хвата при подтягивании задействуют различные группы мышц. Таким образом, подтягиваясь, можно развивать не только мышцы плечевого пояса, но и мышцы спины. Чтобы научиться подтягиваться на турнике, следуйте главному правилу. Подтягивание считается правильным, когда голова спортсмена во время движения описывает плавный полукруг, в нижней точке которого макушка располагается под турником, а в высшей точке подбородок на 1-2 см находится над турником. Манера подтягивания должна быть ровной и спокойной. Скорость подтягиваний не должна быть слишком быстрой или, наоборот, преднамеренно медленной. Общее положение тела подтягивающегося должно быть ровным. Ноги могут быть несколько разомкнуты, но не разведены слишком широко в стороны. Любые подпрыгивания и подергивания на турнике, обычно призванные помочь дотянуться подбородком до перекладины, когда у подтягивающегося заканчиваются силы, на самом деле забирают еще больше вашей энергии. Поэтому, если вы чувствуете, что нужное количество подтягиваний еще не набрано, а силы уже на исходе, лучше сделайте небольшую передышку, чем выжимайте из себя последние подтягивания рывками. Через некоторое время вы снова вернетесь к перекладине, мышцы гораздо быстрее восстанавливаются во время работы. Редактор субтитров А.Семкин